Когда я и Снежок ищем материалы для роликов, мы находим очень много интересных, посторонних вещей, которые просто откладываем в папочку на потом. Некоторые из них так и забываются, а про некоторые приходит таки время рассказать. Так что присаживайтесь поудобнее, сегодня я расскажу вам интересную хорнишную историю про андроида Чука Катаочи. Но только очень советую посмотреть до конца, там вы узнаете нечто важное, что перевернет вообще все, что вы сегодня услышите и увидите. Это будет история, где есть огромные бубы, интересная предыстория и даже самая настоящая хорни-мангушка. Как всегда напоминаю, вот мой Бусти, на нем этот ролик без цензуры, другие тоже, а еще есть эксклюзивные ролики, которые нигде больше не посмотреть. Ссылка в описании. Итак, как-то раз я наткнулась на вот эту вот картинку, под которой упоминалось имя Чука Катаочи. Сами понимаете, на такие бубы было грех не кликнуть, потом сразу и канал нашла. Посмотрев на обложки роликов, стало сразу понятно, что это нечто интересное и нужно сделать иногда разбор для вас. Ставлю литер снежкового молочка, чтобы вообще никогда в жизни про нее не слышали. А если слышали, то... Вы поняли, о чем я. Катаочи, ты виртуальный блогер и стример. Выпускают у тебя на канале разборы фильмов, обычно это классические фильмы ужасов, но бывает и что-то поновее. Ну и стримят время от времени. Ролики сделаны в виде анимации простеньких, но каких же хорничных. Насчет никаких кадров я вообще поражаюсь, как на них не кинули ограничения на ролик, вот как тут, например. Кто смотрит на бусте, вам и так все видно, а для остальных, вот текст напишу. Мне очень понравилась ее предыстория, но для начала я расскажу, как ее вообще удалось прочитать. Скажу сразу, за это мы со стишком от вас сразу сходу лапку вверх заслужили под этим видео. Короче, это сайт для фандомов Амина. Информация Катаочи была только на нем во всем интернете и как нарочно, скопированный отсюда текст, написанный на испанском, не распознавался как буквы и переводчик не мог его перевести. Хорошо, подумала я, тогда схитрим. Сделаем скриншот и дадим гугл переводчику. И тут тоже облом. Единственное, что оставалось, это буквально вручную перепечатать текст на испанском языке, чтобы его перевести. А текста там было много. Поэтому, усявшись снежком в четыре лапки, мы перепечатали текст и наконец смогли прочитать описание и предысторию. Катаочи, это девушка-андроид, ей формально 24 года. Рост у нее по 180 сантиметров и весит она 187 килограмм. Такой вес объясняется тем, что это андроид, сделанный из металла и полимеров. Хотя она может снижать его до 60 килограмм. Там были даже ее параметры. Вот они. Да, то, что нас больше всего интересует, это обхват груди 103 сантиметра. Вот только сомнительно и выглядит больше как 203. Там еще много всего было написано про характер, но это не так интересно. Короче, она веселая, шутливая, временами пошлая, но когда надо, серьезная. Куда интереснее история появления. На дворе 2056 год. Где-то на окраине Токио старый магазин, продающий фильмы на дисках и кассетах, висит на грани закрытия. Хозяин решает инвестировать все деньги в новый стартап искусственного интеллекта. Искусственный интеллект и правда создает. И даже делает ему оболочку в виде тела с огромными бубами. Вот только получившийся андроид ничем кроме фильмов не хотел заниматься. Поэтому все инвесторы кроме хозяина магазина ушли из проекта, а андроид остался работать в магазине, который просуществовал до следующего века. Я все очень вкратце рассказала, но история и правда здорово придумана и связана с тем, что делает Катаочи на своем канале. Про ее работу в видеомагазине есть целая мангушка с хентаем. Сюжет там, кстати, отсылается к фильму «Чужие среди нас». Вот только при помощи очков Катаочи видит не инопланетянина, а шоту, который пялится на ее боньке, а дальше... А дальше вам расскажет Снежок. Да-да, я прочитала мангушку, мне все понравилось. Целось 15 страничек отборного чпок-контента. Понравились вот эти его странички больше всего. Красивые ракурсы, и бога красивы, и даже еще-то. Среди чпок-сцен практически нет повторений. Автор точно знал свою работу, когда рисовал. Но отдельное внимание заслуживает обложка. 10 салфеточек из 10. Если что, мангушку я прикреплю архивом на бусте вместе с фулом ролика и другими картинками. Да, сюжета, конечно, в ней как такового нет. Да и вся отсылка к фильму заканчивается на первых страницах. Но все равно сделано очень хорошо. Нарисовала я манга Кацукивань. Никогда про него раньше не слышала, но работы у него много. Думаю, нужно изучить. Кстати, в этой мангушке можно заметить и другие особенности Катаочи. Например, способность отделять голову и прикрепать ее обратно при помощи маленького пропеллера для полета. Забавно, что при этом она выкрикивает фразу из инспектора гаджета. Вернемся к каналу. Вообще, он создан был давно, целых 5 лет назад. Но роликов на нем не так уж и много. Если открыть и посмотреть, становится даже понятно почему. Это не просто Бумнеш микрофон. И даже не видео как у меня, хотя мы очень сильно над ними стараемся. Тут буквально нарисованы вручную анимации. Причем цветные и очень разные, включая всякие сценки и скетчи. У Катаочи на канале, как я и говорила, в основном обзоры ужастиков. Вся классика есть. Звонок, ночь живых мертвецов, сияние, Фредди Крюгер, я знаю, что вы делали прошлым летом и так далее. Если их посмотреть, выглядит и правда очень круто для обычного это видео на ютубе. Но отдельное произведение искусства тут, это обложки. Я не знаю, тут нужно вообще что-либо комментировать. Такой персонаж не мог не привлечь внимание R34 художников. Благодаря чему на одном только R34 больше 150 рисунков. И это не считая приличные. Снежок. Материалов было изучено много. Больше всего я ценила картиночки, где ее переодевают в разные костюмчики. Вот, например, вот такие. Они понравились больше всего. В личную коллекцию пойдут. В основном рисуют красивые бубы. Причем некоторых их даже уменьшают. А в логинейшем этого андроиде рисунков практически нет. Да и соединенный он к голове тоже много чего можно было бы придумать, конечно. Но не придумали. Почти. В общем, там же, где и была мангушка, есть сборник рисунков от одного автора. А вот в нем уже на полную разгулялись. Чего там только нет. И вот такое, и вот такое, и даже вот такое. Я думаю, вы уже поняли, что персонаж сам по себе интересный. И хорник контента с ней хватает. Причем очень качественного. Но есть одна проблема. Это мужик.